В Ненинском округе появится Центр детского технического творчества. Он откроется на базе действующего лидера и станет основой для создания в регионе технопарка Кванториум. Сегодня подобные детские технические площадки действуют в 20 российских регионах. К 2020 году Кванториумы должны быть созданы во всех субъектах страны. Это новая модель дополнительного образования школьников. По словам помощника президента России Андрея Белоусова, Кванториум – это форма будущего, которой пока нет у других стран. Что такое Кванториум, как регион будет идти к достижению этой цели и чем будут заниматься школьники в ближайшем будущем, расскажет Ирина Сепетова. Созданы для детей 21 века. Работают в стиле техно – Кванториумы. Абсолютно новая уникальная модель дополнительного образования. Призвана выявлять и развивать таланты школьников в научных и технических областях. А в перспективе – обеспечить страну высококлассными специалистами. Идея появления в нашей стране новой модели дополнительного образования возникла в мае 2015 года. И сегодня в России уже открыто 24 детских технопарка Кванториум. Обучение в этих центрах проходит более 12 тысяч детей. Инициатива направлена на создание среды для ускоренного развития детей от 5 до 18 лет в научно-технической сфере и формированию подрастающего поколения изобретательского мышления. Пионером создания площадок для детского развития стала Югра. При поддержке нефтяников в регионе открылись сразу два Кванториума. Направление технопарков и вовсе из будущего – нано и IT-технологии, робототехника, аэротехника, космос. Ребята сами выбирают конкретное направление. Технопарки Кванториум – это полигоны, оснащенные самым современным оборудованием, призванные формировать личность инженера с начальных классов школы. Это отправная точка развития любого региона и страны в целом. Не случайно создание сети детских технопарков отмечено на прошедшем инвестиционном форуме в Сочи как лучший проект комплексного развития территории. Первый шаг в техническом направлении был сделан нашим регионом еще в прошлом году. С начала 2016-го на базе Центра детского творчества работает необычный для нашего региона кружок робототехника. Здесь воспитанники создают роботов, способных самостоятельно ориентироваться в пространстве, распознавать окружающие предметы и делать многое другое. С виду простая машинка, собранная из конструктора, с легкостью объезжает препятствия, сама себе дает команды, распознает предметы и даже может их двигать. Но на самом деле все не так просто. Для того, чтобы робот смог справиться со всеми поставленными задачами, создателям сначала необходимо написать специальную программу. Конструкция хоть и проста на вид, но вот стоимость такой игрушки кусается. К слову, на создание одного кванториума требуется от 50 до 100 миллионов рублей, в зависимости от количества выбранных направлений. В бюджете Ненецкого округа на эти цели до 2020 года заложено 60 миллионов. Эта сумма предусмотрена для закупки обучающего современного оборудования по направлениям роботоквантум, IT-квантум, а также гео, аэробио и автоквантумы. Сегодня проект находится в стадии согласования. К 1 апреля паспорт проекта должен быть готов. Но уже сегодня известно, что основой для полноценного технопарка станет создание Центра детского технического творчества на базе лидера. Такие модельные центры многофункциональные, они созданы уже в большинстве субъектов. Вот возьмем по аналогии, допустим, Архангельскую область. Там есть областной дворец детско-юношеского творчества, который включает в себя все направления. И спорт, и техническое, и естественно научное. И он выступает в роли методического центра, который тянет за собой развитие дополнительного образования всего субъекта. Наша задача – то же самое, реализовать медицинский опыт. Таким образом, в лидере дети будут продолжать заниматься спортом, останется художественно-эстетическое направление, а бонусом прибавится научно-техническое. Еще одним новшеством станет присоединение к лидеру ряда учреждений доп. образования. С 1 января уже 2018 года Дом детского творчества и Центр детского творчества, на базе которого занимаются ребята, безусловно, перевести их под один центр, в Центр-лидер. Для того, чтобы это все функционировало в одном учреждении и курировал один руководитель, для того, чтобы это все развивалось. Реализовываться новая концепция развития дополнительного образования детей будет постепенным. Согласно деталям проекта, в 2017 году регион должен закупить оборудование для робота и IT-квантумов. Параллельно начнется подготовка кадрового состава для преподавания в квантумах. Кураторы проекта в Неницком округе ожидают большого интереса к научно-техническим кружкам со стороны школьников. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Продолжение следует... Продолжение следует...